Это вторая часть первого урока. Также, друзья, перед тем, как мы отправим наше объявление на модерацию, я хотел бы, чтобы вы знали про такое понятие, как объем трафика. Оно относительно новое в Яндекс.Директ. Видим здесь вот такие коэффициенты, как 128, 175, 15, 5. И у каждого из этих коэффициентов объема трафика своя цена. Вот видим здесь, чем ниже опускаемся, тем дешевле цена. Что же это такое? Соответственно, если мы хотим получить объем трафика побольше, то Яндекс предлагает нам выставить цену повыше. Если какой-то средний объем трафика, то цены здесь уже, соответственно, поменьше. Либо совсем небольшой объем трафика, скажем, образно говоря, то цена, соответственно, будет поменьше. Напомню, друзья, что цены мы выставляем немножечко по-иному. Мы вот это все можем брать за ориентир, но мы должны исходить из своего бюджета. Как говорилось, значит, к примеру, взяли наушник по рублю, продаем за 2 рубля. Соответственно, чистая прибыль наша составляет рубль. И исходя вот из бюджета, мы, соответственно, понимаем именно то, сколько мы готовы заплатить за клик, значит, в Яндекс.Директ. Это первое. Второе, друзья, хотел бы отметить, что Яндекс работает по принципу аукциона. Вот, и, соответственно, те объявления, которые имеют лучший CTR и где предложена более высокая цена за клик, они будут показываться выше и чаще. Вот, CTR расшифровывается как Click Through Rate. По-русски говоря, это количество кликов, деленное на количество показов. То есть это некий коэффициент, который является качеством вашего объявления, показывает, насколько оно качественное. Да, что же такое качественное объявление? Это объявление, по которому много кликают, и то, насколько часто будет кликать по вашему объявлению, зависит от многих факторов, да, то есть насколько оно грамотно составлено. Очень важно, чтобы ключевое слово, оно было в заголовке, потому что оно может подсвечиваться, когда, к примеру, там кто-то набирает «Купить наушники», и эта же фраза есть в заголовке вашего объявления, она может подсвечиваться. Также очень желательно, чтобы эта же самая фраза, она была и в тексте объявления. Также не забывайте про призыв к действию, его желательно ставить в заголовок объявления, да, там пишем, к примеру, «Жми», «Заходи», «Кликай» и так далее. Вот. И обязательно мониторите, значит, объявления ваших конкурентов. Вот. Можно составлять какие-то прикольные объявления, ну, в зависимости от тематики, да, все очень сугубо, очень как бы разно. Вот. Соответственно, смотрите, тестируйте, действуйте. Вот. По поводу цены за клик, также хочу сказать, что цены можете ставить разные, вот, как и заголовки, как и тексты объявлений, да, то есть нужно тестировать, потому что кто бы что бы ни говорил, хороший, грамотный Яндекс.Директ – это, скажем, протестили несколько вариантов объявлений, несколько вариантов цен, получили то, что вам нужно, и, соответственно, действуйте по этому шаблону. Вот. Вот, поговорили про то, как устроен, поговорили про объем трафика, вот. И осталось нам также здесь вот отметить, друзья, здесь вот они будут, как правило, предлагать цену 300, вы не ориентируетесь на эту цену. Сюда мы вбиваем цену, вот, в верхней части, назначить ставку для получения объема трафика, там 100 плюс 30, это оставляем как есть. И здесь я рекомендую ставить ту цену, которую вы указали вот здесь, вот, да, соответственно, ставка в рублях, вот, и, соответственно, здесь же мы ее также оставляем, и, соответственно, даем назначить, и здесь, возможно, появится кнопочка «Сохранить», она может быть активной, соответственно, кликаем на нее, и наше объявление, оно готово к отправке на модерацию. Отправляем на модерацию, там нам предложат согласиться с правилами политики компании Яндекс, соответственно, все кликаем, вот, и можете сразу оплачивать компанию, Можно это сделать попозже, после того, как она пройдет модерацию. И также, друзья, в одном из наших последующих уроков я рассказываю о том, как получить достаточно большое количество трафика недорого. Это происходит следующим образом. Также расскажу, как можно много объявлений составить по принципу одно объявление, одно ключевое слово. Это принцип мы соблюдаем всегда, он нам крайне важен. Одно объявление, одно ключевое слово. Я расскажу о том, как можно много таких объявлений составить по такому же принципу, как сделать это очень быстро и в таком оптовом порядке их загрузить. И, соответственно, можно будет получать куда больше трафика. По тому принципу, который мы будем рассматривать, можно будет загружать до 200 объявлений разово. До встречи в следующем уроке.